Я закончил на оптимистичной ноте. Надеюсь, никому не испортило людей. Заканчиваем четверочку. Кстати, описание четвертого шага. Концовка приводит нас как раз к концу пятой главы. Между прочим, тоже интересная штука. В большой книге 11 глав. Седьмая глава полностью посвящена двенадцатому шагу. Еще есть восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая. Что это такое? Это главы рекомендации выздоровевшему алкоголю. Кстати, здесь у нас много споров по поводу. Особенно это потому, что, насколько мне известно, у братьев-наркоманов в сообществе не говорится о выздоровении. Но в большой книге анонимных алкоголиков говорится о том, что мы выздоровели. Что это значит? Я как был алкоголиком, так он и остался. Никуда не делался. Просто сегодня нет никаких симптомов. Ничего из того, что гонит меня обратно в это дело. Это круг разумный. Вот это и предполагает выздоровление. За пределами этого. Можно ли вернуться на круги своих? Конечно, можно. Я думаю, что в первую очередь нас уводит от выздоровления или от состояния выздоровления. Я бы даже сказал, рутина комфорта. Мы приходим сюда, мы совершаем какие-то действия. Нам становится легче. Потом нас периодически пинают. И мы, да ладно, так и быть. В общем, короче, мы в какой-то момент, скажем так, доделываем ту работу, которую надо сделать. Часто после этого, кстати, я обратил внимание, это в русскоязычном сообществе, это очень часто, чаще, чем в англоязычном. Люди почему-то забывают, для чего это делать. Потому что то, что мы здесь делаем, на самом-то деле, и об этом будет сказано, правда, чуть позже, но я прямо сейчас скакну к этому. Это на... Какая у нас страничка сейчас? А, это вот как раз, когда мы приходим к восьмому... В самом низу, какой интересный пассаж. В данный момент мы пытаемся привести в порядок нашу собственную жизнь. И вот фраза, она короткая, да? Поэтому многие проскакивают. Дальше идут. Но это не самоцель. Наша основная задача – подготовить себя к тому, чтобы быть максимально полезным Богу и окружающим Богом. Она нам. А вот тут мы уже приходим к сути того, что такое шаги. Шаги, ребят, очень маленькие. Это подготовительные курсы. Почему? Потому, чтобы идти и быть тем самым агентом Бога. То бишь идти и делать работу Бога. Без подготовки как не получится. А я часто встречаюсь с тем, что в сообществе, в русскоязычном, даже люди, которые, в общем-то, проявляют вение и активность в плане вот в оздоровленческом, они пойдут там вот, я сейчас там сделал шаги вот так, а теперь я пойду и сделаю шаги вот так, а потом я еще пойду и сделаю их вот так и вот так. И они никак не могут понять, почему им лучше не становится. А на самом деле ответ на это был еще дан в самом начале книги в рассказе Билла, что единственной гарантией духовного роста для таких, как мы, является не вот это вот постоянное ковыряние, да, хотя оно требуется с определенной регулярностью, но в первую очередь это несение вести другим, то есть работа с другими. И много, я вот, я часто встречаюсь в нем, у которых уже какие-то там, ну, сорока там, ну, имеем ввиду, намерные года, отработанные программные вещи и т.д. Что там приуныло, начинаешь беседовать, а сколько у тебя подопечных? Как правило выясняется, что может быть один, да и то под вопросом. Дорогие мои, что же вы хотите? Для того, чтобы духовно расти, вам придется передать это дальше. Поэтому мистика вот этой штуки, да, под названием выздоровление, заключается в том, что мое выздоровление, сейчас позвучит красавчик, оно не для меня. Вот если его просто отдать мне, да, вот все, иди. Иди проживай. Я у него до сих пор пытаюсь понять, что это значит. Иди вот проживай. Вот что, что с этим делать? Прямо как у Высоцкого. Мне вчера отдали свободу, что я с ней делать буду? Это выздоровление, которое мне дается, оно не мое, и оно не для меня. Я не более, чем передатчик. Я не более, вот через меня это просто должно протекать для того, чтобы это у меня оставалось. Потому что получил я его из вне, не от себя самого. Моя задача, чтобы оно у меня не оставалось. Но если оно останется у меня, оно становится затхлой. Оно теряет всю свою свежесть, оно теряет все. А сделать это я могу только работая с еще одним страдающим алкоголиком. И это то, как вся система была в оригинале, откуда все полилось, если вы посмотрите на наш. Так или иначе об этом упоминается. Другое дело, что с исторической точки зрения вещи, которые сказаны в большой книге, они довольно поверхностные, там много чего пропущено, да. Вот так вот. Но на самом деле все утыкается только в одно. Вот мы, кстати, вчера обеседовали. Маленька была удивлена. Ждет, что к ней подойдет подопечник. Ну, давайте так. Возвращаемся в элементарный пример. И причем это никоим образом не камень в его городе. Потому что я наблюдаю очень много этого сегодня в сообществе. А это, кстати, можно отписать на тот факт, что сегодня в сообществе, вообще в сообществе, огромное совершенно количество чего? Собраний. Собраний. И при всей важности и нужности собраний, у собраний есть кое-какие, давайте я назову их так, слабые места. Я рассказываю вам. У меня есть человек, о котором я часто и много упоминал. Живет в городе Индианаполисе, штат Индиана. Если кто-то когда-то, кстати, большинство, я полагаю, владеет английским, если кто-то когда-то хочет побеселиться с ним, я уверяю вас, он будет рад с вами поговорить. Очень прикольно. Это достаточно легендарная личность в сообществе анонимной алкоголики. Так что получилось, он живет в городе Индианаполисе, штат Индиана. Я когда рассказываю эти вещи, особенно в России, у меня такое ощущение порой, что люди думают, что я этим хвалюсь. Блин, ну нету в этом никакой моей заслуги. Я-то тут при чем? Он протезвел в 1964 году. Или как любят пошутить, когда Гитлер еще был капралом. И протезвел он на минуточку. Вот сейчас вам, живущим в Америке, многим это будет понятно. Думайте просто. Он протезвел в 1964 году в городе Шайен, штат Вайомин. Ну для тех, кто не понимаете, я думаю, что если мы поглядем, сколько там населения? Наверное, можно посмотреть. Сколько населения Шайен, Вайомин? Сколько? Ну, я думаю, что это в лучшем случае. А в 1964, я уверяю вас, так вот, подожди, это сейчас, сейчас, сейчас. Я с Герри, Герри Браун. Герри Браун. Герри Браун. Слушай, а как вот, ну так, собрание там, то есть, у него было 26. Собрание, он был самым молодым во всем штате. Собрание, то есть, вот какие, говорит, нахер собрание? Чего? Сколько там народу? Час. Час. Час? А в те времена, я думаю, что если ты забрался бы на самое высокое трехэтажное здание, блин, и тебе ветер дул бы в спину, и ты бы плюнул, ты бы плюнул за пределы города. Слушай, вы понимаете, да? Полторы калеки и Мухтар. Все. Собрание, он говорит, у нас, говорит, было, в городе не было собраний вообще. Вообще не было. Он говорит, у нас, говорит, было, надо было ехать в одну сторону, в другом городе было собрание. Это, говорит, где-то, говорит, 45 миль. И, говорит, а еще один день, говорит, нужно было ехать в другую сторону, где-то 30 миль. Для того, чтобы погаснуть собрание. Два раза в неделю вот у нас были вот такие волосы. Как вы так? Молились, говорит, такие черти. А я о чем сейчас? Сэнди Бич, кстати, тоже незадолго до смерти говорил об этом очень часто. Он говорит, что я не считаю, что анонимные алкоголики, ну, что ли, ухудшились. Но у нас появились определенные слабые места. Вот одно из них заключается в том, что люди вместо того, чтобы полагаться на Бога, стали все больше и больше полагаться на собрания. Засадная такая штучка. Видите, как я тут везде попрыгал, что называется. Итак. Написана инвентаризация, человек звонит мне. Вопрос по собранию. То есть в американских, то есть на группах, где я побывал. И что я слышал, то есть же есть люди с большим опытом. И я слышал, и... Какое выражение? Собрание, собрание. Митинг?-Митинг.-Митинг. Митинг-мейкер, мейкет. Мейкет-мейкет-мейкет-мейкет. Мейкет-мейкет-мейкет-рассер. Как много митингов, вопрос, как много митингов стоит, чтобы восстанавливаться? Как много митингов нужно, чтобы восстанавливаться? Я знаю, как много шагов вы нужны, тогда я могу рассказать вам. Я понимаю, о чем ты говоришь, что на одних митингах далеко не будет. Это правильно. В купе, опять же, проблематичным, как всегда это становится, когда мы начинаем акцентировать наше внимание только на одном чем-то. Собрание, по три собрания в день. Но если ты будешь, конечно, по три собрания в день, у тебя времени ни на что больше не будет, ты можешь даже оказаться трезвым достаточно долгое время и без шагов. У тебя есть неплохой шанс. Житуха, в общем-то, такой не предполагалась. Собрание, ну, это... Собрание вообще не для этого. Собрание анонимных алкоголиков... Изначально ведь всю схематику собраний, если говорить чисто о собраниях, просто чтобы было понятно. Изначально первичными собраниями были собрания спикерские. Когда это только появилось, это было все спикерские собрания. Почему? А потому что формат собраний мы взяли в общую группу. Вскоре добавились собрания по литературе. Где-то к началу сороковых стали появляться группы все больше и больше, которые... Ну, вот у нас теперь есть большая книга, да, давайте мы чё так... Чё, как, чё? И где-то к концу 50-х, начало 60-х стали появляться вот эти вот так называемые дискуссионные группы, да? Сегодня все больше и больше вот этих дискуссионных. А это изначально никогда так не предполагалось. Я по этому поводу... Кстати, наши... Сейчас мы опять наскачиваемся. Видимо, так надо. Значит, вот такой простой пример, да? Сейчас я найду. Есть такая штучка. Книжечка у нас имеется. Называется она... Как это видит книга? Это является книговой утвержденной конференцией. На 79-й странице там сказано следующее. Зазывается, чья ответственность? Группа А как таковая не может взять на себя все проблемы ее членов, не говоря уже о тех неалкоголиков, которые живут вокруг нас. Так. Группа А не может выступать посредником в семейных отношениях. Она также не предоставляет индивидуальную финансовую помощь кому бы то ни было. Хотя в подобных случаях члены нашей организации могут помочь его друзья из рей, но все же главная ответственность за решение всех его проблем каждодневной жизни и перевоспитание лежит непосредственно на нем самом. Как только ей попытаются оказывать такую помощь, то их эффективность и усилия будут безнадежно растрачены впустую. А вот теперь внимательно. Вот почему трезвость-свобода от алкоголя, которая достигается через обучение и практику 12 шагов A является внимательно не единственной целью. Ни одной есть. И самое главное, не единственной. И вот когда читаешь это, потом начинаешь, стоп, а чем занимается моя домашняя? И чем занимается вот эта? И чем занимается, когда я прихожу туда? Ну что, мы о чем говорим? Как прошел мой день? О радостном и наболевшем? А это привело к веизрелию. И я не осуждаю сегодня народ за это. Ну как, сегодня уже, позволю себе сказать, что, наверное, в какой-то мере я осуждаю. Потому что народ-то уже слышал о том, что так не делается. Но продолжает делать. Я могу понять изначально, как это нарисовалось. А изначально все очень просто. Представьте себе, что вот мы какой-то вот наш грудок, да, вот этим вот. Мы, оказывается, реабилитажки, например, в той же России, они появились. То есть вот те, кто занимались алкоголшами и наркомами, да. Ребики появились в России в самой зачаточной стадии сообщества. Наркоманы еще вообще не появились, алкоголики только начинали. А репцентра уже вот, ну, вот эта вот тема. Кто первым ухватился? Тех, кто работали с такими, как мы. Потому что никакие вот средства вроде как не работают. Начинают искать тут там. Слава богу, сегодня есть такая штука, как интернет. Где-то кто-то что-то находит. Вот там нашли миннесотскую модель. Тоси-боси, халебали сапоги, сандали, копали. Сообщество. Вот, вот, вот. Анонимный алкоголь, да. Что-то пойдем. Вот 12 шагов, интересная тема. Смотрели, как это инкорпорировать, как это вот это самое в нашу структуру. Как мы можем, а вот пусть они пишут. Оттуда, да, 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 да. Опиши историю болезни. Давайте. И у нас, значит, в центре проводятся некие группы, собрания. Да? Вот одно из таких собраний. Собрание по чувствам. Ну, не знаю, может быть, я вполне допускаю, что на каком-то там, ну, на каком-то уровне где-то там, в каких-то там этих самых, да. Это, может быть, даже и не знаю. Нужно говорить, что ты настолько болен, насколько ты не высказался. Все оттуда. Так вот, представьте себе, что вот такое имеет место быть там, где мы. Мы ни с чем с этим не знакомы, да. Вот мы здесь, мы как-то там познакомились, подружились. Что-то там вот, ну, это самое, разговоры все. Ну, вот скоро, да, выписываемся. Слушайте, хочется же выздоравливать, да. Ну, да, есть такая вот штука анонимная алкогольная. Что, как, что, полазали, посмотрели. Здесь, тут, там, тям, собрали чего-то, да, куча, да. Вот, ну, будем проводить собрание. Шикарно, мы собираемся, мы начинаем проводить собрание. У меня к вам вопрос. Если нам никто никогда не показал и никто никогда не объяснил, мы как это будем проводить? Мы будем проводить по единственной схеме, которая нам знакома. То есть, по той схеме, которую мы видели реабилитационный центр. Вот это мне понятно. Но с тех пор для русскоязычного было энное количество народу, которые приезжали, рассказывали, объясняли. Все сидят, кабинами кивают и продолжают делать то же самое, что делают. Ну, что я могу сказать? Окей. Я вот это возвращаю к той самой истории про актеров, да. Даже из лучших побуждений. Я могу только рассказать то, что я знаю, то, что было показано мне. Я не буду это уже... Если для вас работает что-то еще, пожалуйста. Пожалуйста. Правда, тут есть вот такой еще нюанс. За очень небольшим исключением, подавляющее большинство вещей, о которых я вам рассказываю, говорю, вы сможете найти здесь. Сказано, может быть, по-другому. И если этого нет у нас, я, как говорится, подумаю дважды, иногда и трижды, иногда и четырежды, прежде чем я начну это куда-то внести. И уж тем паче не стану выдавать это за A. Это не значит, однако же, что для A нет массы, 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 огромной массы полезнейших вещей. Послушайте, например, я вам сейчас расскажу одну фишку, которую вы в A.A. непосредственно не найдете. Но у нее есть какие-то оголоски того, что делаем мы. И мы к этому придем, вы увидите, я постараюсь не забыть то, что я сейчас расскажу, чтобы вы увидели, как это увязывается в девятом шагу. Рассказываю вам историю. Она тем более интересна, что эта вещь была рассказана на собрании, которое я регулярно посещаю женщиной, которую у нас все называют Sister Connie. Она реальная католическая монашинка. У нее тридцать, по-моему, было. Очаровательная женщина. Прямо вот очень. Потому что многие из них бывают, честно говоря, такие. Не поняли. Да? А это вот она прямо до нас свидетельцы. И разговор шел как раз про Мизернацию. Сестра Канни, когда... А у нас там высказываются по кругу. Сестра Канни, когда речь нашла до нее, вот услышала такую интересную фишку, которую она рассказала. А потом вы поймете, почему я вообще прикололся. Так вот. Она говорит, вы знаете, а я ведь обнаружила для себя, что, значит, если я вдруг с кем-то там, что вот там, парамсила, и я вдруг ловлю себя на том, что у меня есть сентимент к этому человеку. То есть я в мыслях своих возвращаюсь к этому инциденту, да, и начинаю это крутить и так далее. Я, конечно, попрошу Бога забрать. Но у меня есть еще одна тема, которую я внимательно... Я, говорит, взяла в буддийских практиках. Что вам надо? Я думаю, вот сестру гожжу. Ну реально, молодец. Она говорит, я сажусь и пишу письмо. Внимательно сейчас. Внимательно. Сама себе от лица этого человека, который меня обидел. И пишу я себе то письмо, которое бы я хотела получить от этого человека. О, прикольно. Очень духовная практика. Ну реально, очень духовная практика. Этого нет в большой книге. Я никогда в жизни не буду претендовать на то, что это там и это наше. Ну, духовность неспроста же в конце книги, нас на последней странице сказали, что мы еще мало чего знаем. Новые будут открываться вам и надо. Если вы нашли что-то, какой-то реально прикольная вещь. Если вы нашли что-то, что вы не попробовали? Почему не попробовали? Это вот так вот просто на всякий случай. Я полностью за. Я просто считаю, что мы должны быть несколько более осторожны. Потому что еще одна вещь, смотрите, какая интересная. Я сам бегал, толдычил со многих подиумов, возмущенный тем, что уровень выздоровления в сообществе, но реально сегодня по, скажем так, статистическим оценкам тех, кто постарались, приложили к этому усилию, потому что реально эту статистику сегодня вести уже фактически невозможно. Ну, невозможно чисто из-за размера самих анонимных алкоголиков, концепции анонимности и так далее и тому подобное. Если раньше, например, когда групп было значительно меньше, в начальной стадии игры, вот когда писалась книга, когда этих групп было раз-два и обчес. Братцы мои! Я думаю, что и здесь можно найти. Я точно знаю, что в Чикаго, например, в одном из первых, так сказать, клубов анонимных алкоголиков, там под стеклом у них лежат журналы, которые вели аноним. То есть, вот, например, это же была совершенно вообще другая тема. Вот, совершенно другая. Вы что думаете, вы тогда в те времена могли прийти просто, да? Я вот там накрасывалась, намазалась, заделась, и я такой весь это при параде, да? И прийти к анонимным алкоголикам? Вы глубоко замуждаются. Вас бы никто никуда не пустили. Вам и не дали отворот поворотов? Если вы думаете, что мы просто вот как-то пришли, там, на собрание, может, там, тихонечко глупить, там, может, кто-то там поговорили, или вам кто-то подошел и поздоровался. Я не видел, как звать, то есть после. Но-но-но-но-но-но-но-но-но-но. А-а! Дела так не обстояли. Сохранилась переписка Клэренса Снайдера, это человек, который, можно сказать, в ежевых рукавицах держал Клюминскую группировку. Он просто таких самых сильных. И доктора Боба. Клэренс пишет доктору Бобу, что минимальное количество интервью для новопришедшего желающего Это минимальное. Что значит интервью? А это значит, что пришел я, допустим, пришли, вот мы с тобой два друга там. Вот мы пришли, мы хотим алкоголь. Встречаешь нас. Здравствуйте. Очень рады, что вы заглянули. Идемте. Сердьте вот здесь, посидите. А юночка, потому что она отсыпается. Нормально. Вы, говорит, посидите. Сидим, ждем. Приходит человек. Идемте. Здравствуйте. Я такой-то такой. Скажите, чё-как-чё. Что вас к вам привезло? Когда-то занимаемся, начинается беседа. Он поговорил, говорит, спасибо вам большое, и ждите минуты. Он уходит. Он уходит, мы сидим. Мы ждем. Еще один человек. Вот так вот, минимум пятеро. А потом эти пятеро встретятся в кулуарах и обсудим. Они поищают между собой. Ну что ты думаешь? Как думаешь? Ребята готовы к тому, чтобы идти и делать то, что мы делаем? Или как? И если консенсуса нету на то, что они готовы, они могут отправить еще. Подождитесь. Так вот. Почему процентность выздоровления, которая описана по дислогии ко второму медалью, указана столь высоко? Там описано 75%. Есть одна очень важная фишка, которую все упускают. И я долгое время выпускал. И как-то раз, я в очередной раз читал эту тему с одним из своих подопечных. Что-то я проснул и вдруг на меня вот это вот просто выскочило. И мне понятно теперь, почему вот такое различие в процентности. Кроме того, что я вам рассказал. Кстати, кстати, кстати. Позвольте закончить эту историю. Представим себе, что нас таки ринили были. Зовем так, да? Вы что думаете, сразу на собрание пустят? Не-не-не-не-не. Нас приведут в отдельную комнату. Назовем это комнату первоклашек. Пять новичков. Где сначала нам придется форсировать первую информацию, всю инфу по первым трем шагам. И только после этого нас запустят на друг. Потому что, как они всегда говорили, на собраниях анонимных алкоголиков, все разговоры, Договоры ведутся только о выздоровлении. А я пришедший, я новичок, я только что пришел, у меня еще лапы присутствуют. Я что вам могу рассказать? Я о чем вам могу рассказать? Что от меня собака сбежала, жена ушла, меня с работы выгнали, машину я разбил. Скажите мне, пожалуйста, это что-то новенькое? Я вам какие-то там тайны открыл, что ли? Ну как душу извить? Душу извить, ты можешь душу извить любому из нас, пожалуйста, но не на собрании. Давай ты не будешь занимать время победы. На собраниях мы говорим о выздоровлении. А каким выздоровлением я, новопришедший, ничего не знающий про выздоровление, могу с вами поделиться? И каким? Вот поэтому ты у него такой вот строгий абсолютно расклад. Но вот тема, которую я хотел сразу озвучить сейчас. При свете дня, чтобы не получать, что я не могу, вот эти самые. Из общего числа алкоголиков, пришедших в ВАИ, и, внимательно, внимательно, вот, пропускал к алкоголю, а почему-то пролетал мне. Действительно, и ложивших в СИГ. Действительно, и ложивших в СИГ. Это условие. Вот из тех, кто действительно, а теперь только по-честному, каждый в СИГ. Без того, что я абсолютно уверен, что каждый из десяти, а человек, наблюдал огромное количество наших братьев и сестер, которые не ясно-то приложили в СИГ. А вот с точки зрения каких-то прилагаемых усилий, что-то ничего не наблюдается. Вы поправьте меня, если... А потом мы удивляемся, почему такой низкий стал процесс. Не потому, что алкоголики изменилось, не потому, что алкоголь поменялся, не потому, что программа перестала быть эффективна. А потому, что когда мы открыли двери всем, всем-всем-всем-всем-всем, а сегодня к нам может прийти кто угодно, вдумайтесь. И у этого есть положительный аспект, у этого есть отрицательный. В этой массе легко затеряться. А согласитесь также, что когда мы приходим в самом начале, у большинства из нас нет особого желания, с кем-то там понимали, вы хотите в уголке посидеть, вы от меня это отрубитесь, пожалуйста. Не надо трогать, я все равно посмотрю, что там, что там. И в связи с этим нету никакой больше такой вот темы, что действительно прикладывать усилия. Я могу очень долго сидеть в этих комнатах, никогда по-настоящему не положить усилия. Вот это отчет. То есть ты говоришь, что мерила поменялась, линейка поменялась в принципе. То есть как мерили 75%. Мы стали. Давай я тебе скажу еще одну вещь. Сейчас мы как бы скакнем вроде на несколько другую лошадку, но я сразу перепрыгну обратно. Дело в том, что даже я, я приехал в другую страну. Я приехал сюда в 79-м году, приехал в другую страну. Я говорю, это вам. У меня есть самодельный парк. С тех пор в этой стране произошло много перемен. Многие из этих перемен, увы, на мой взгляд, да и не только на мой взгляд, не к лучшему. И одна из таких перемен, между прочим, хотите верьте, хотите верьте, политкорректность. Почему-то с приходом этого дела стали хуже, а не лучше. Все кого-то боятся, боятся чертить то самое. Например, то нельзя, то нельзя, а это нельзя. Что думаете, это было так в те времена? Ну, это так, на всякий случай. Это уже, все-таки, как бы там ни было, социум, в котором мы имеем место быть, хотя мы держимся, насколько возможно, обособлено, он не может не отложить свое отвечание. Ладно, об этом, о радостном и наболевшем. Теперь созвон с подопечным. Я уделяю подопечному, мне понравилось, как по этому поводу шутил Дан Придз. Он всегда говорит, ну, Дан говорит, я написал, написал инвентаризацию, да? Ну, много у тебя, так много. Ну, хорошо, говорит, у тебя есть три часа. Готовь свой лучший материал. А это к чему? А это о том, что на самом деле мы думаем о себе, наверное, как очень такой креативный народ, такой изобретательный. Ребята, в большинстве своем, в нашей истории достаточно скучны. И они очень однообразны. У нас в подавляющем большинстве инвентаризаций меняются только сопутствующие актеры и декорации. А сценарий-то один и тот. И мы те, кто танец на граблях, это вот наше все. И на одно и то же, одно и то же, одно и то же, одно и то же. И я начинаю с того, что я разберу с человеком какую-то первую ситуацию. Моя задача там не... Она не заключается в том, чтобы одобрить... Кстати, я еще тоже слышу часто. Ну, я, говорит, зачитал свою инвентаризацию спонсора. Я что-то не очень понимаю, зачем. Что значит, зачитал свою инвентаризацию спонсора? Ну, для меня не важно. Что, из-за читальны, что ли? Я читать так умею. Если бы это было только опочитать, то ты мог бы просто занести, и я почитаю на досуге. Нам сказано в пятом шаге, что нам предстоит длинный разговор. А знаете почему? А потому что мы по-прежнему в процессе нахождения фактов и их восприятия. И моя задача помочь подопечному увидеть то, что он каким-то образом упустил или не видел. есть вещи, которые выстрелят на нас сразу, когда мы разложим в этом мистическом колоночном формате все это, черным по белому. Есть вещи, которые вдруг станут для нас, они вот буквально выпрыгнут со страницы, они станут для нас очередными. Но есть вещи, которые мы по неопытности, чисто по неопытности, еще вначале будем упускать. И моя задача помочь это увидеть человеку. Моя задача помочь ему увидеть, в чем его коса. в чем его ошибка. В чем будет ошибка. Потому что, если моя проблема, а это каждый может помнить, моя заменить на своя. Если наша с вами проблема вне нас, то она не решает. Поэтому я и есть моя основная проблема. и вот с этой позиции мне надо заходить в тему этой беседы. Но я могу вам сказать, что если я разобрал там, не знаю, Васю, а потом через три пункта после этого нарисовался Слава, мне человек начинает рассказать про Славу и сценарий и тот же самый, что у Васи, я его торговлю, что стоп, 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 у нас уже эта история была, ты сам тебе не смотри. То есть я по второму кругу это разбирать не буду. И, как правило, таких повторяющихся сценариев очень-очень много. Это то, к чему я приучился изначально, у меня занимало довольно долго принять пятый шаг. Я разбирал, разбирал, разбирал. Ну, со временем поднаблатыкался. Сегодня это уже так долго не занимало. Опять же, тут во многом, кстати, еще одна вещь, тоже важная. Доводилось мне слышать разные темы, типа, вот, у тебя должно быть минимум такое-то количество людей на элитаризации. я так не считаю. Я, в принципе, могу объяснить, почему я так не считаю. Ну, несмотря на то, что об этом ничего не сказано в большой книге, есть еще кое-какие пункты. Давайте согласимся, что есть люди-интроверты, есть экстраверты. Есть те, кто не общительны по натуре с вами. А есть те, кто очень общительны, там, компанийские и так далее. При этом есть люди, у которых очень колоритная биография, есть те, у кого она менее наполнена какими-то там происшествиями. Есть те, кто помоложе, есть те, кто постарше. Люди, которые, например, ну, вот серьезно, вот скажем, я слышу такое, у тебя должно быть минимум 120 человек. Представим себе, что приехал какой-то паренек из какого-то села или деревни. Он 120 человек в жизни не видел гости. А он молодой еще, да? Но он уже наш материал. Вот скажите мне, где он нам 120 человек? И я понятия не имею, сколько их должно быть и у кого? Я больше вам скажу. Даже среди нас есть более обидчивые исполнения. Поэтому я не знаю, сколько их должно быть. Я оставляю это полностью. Вот я вам рассказал, как я объясняю ребятам, чтобы они это сделали. И дальше это полностью на их усмотрение. я единственное, что скажу, когда ты пишешь первую инвентаризацию, если ты кого-то вспомнил, не принимай, пожалуйста, решение, что я вроде как на нее больше не сблюсь. Если вспомнил, лучше напиши. Потом разберемся. Че? 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 И в теме пятого шага, ну, кроме того, что это беседа абсолютно доверительного плана, важная штука здесь, она упирается в концовочку. Сейчас, 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 сейчас. Так. Кстати, и в пятом шаге есть шикарное обещание тоже. Совершив этот шаг, не утаив ничего, мы испытаем огромное внутреннее облегчение. Мы сможем честно смотреть людям в глаза, мы ощутим покой и легкость на душе, наши прошлые страхи улетучатся, мы ощутим близость нашего создателя. Раньше у нас могли быть отдельные элементы веры, теперь у нас появился духовный опыт. В это время многие чувствуют, что проблема пьянства исчезла сама по себе, человек начинает защищать себя на широкой дороге, по которой он движется в согласии с Духом Вселенной. Очень плохие обещания я вам должен сказать. Но пятый шаг на этом не закончен. Вернувшись домой, нужно найти место и вот тут в русском переводе очень большой там сказано в английском сказано форен 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 на час. Вот в этот час у меня своего рода ревью. Я пересматриваю то, что мною сделано до вот этой точки. То есть вот в этот час это я большая книга и Бог. Я просматриваю еще раз все то, что мы со спонсором проработали. Я просматриваю свою индивидуализацию. Разумеется, я предварительно прошу Богу показать не упустил ли я чего-то. Бывает такое, чтобы что-то вспомнить. И это ровно час. Мне было сказано тайна выставляется на час. как сказано. И это первый кто-то может сказать ну час вот зачем ребят давайте так это первый раз в своей жизни в во всяком случае для меня что я проведу час с Богом. Да да с тем самым Богом который кстати оставил меня живым и трезвым. Он заслуживает хотя бы час моего времени. Вот так первый раз проведу час с ним с большой дверью. Ну и своей инвентаризацией пересматриваю еще раз чего как уже. А давайте кому здесь потому что это хорошее место чтобы остановиться именно в связи с той динамикой которая пойдет поспеем.